После небольшой паузы возобновляем наши программы и гость нашей сегодняшней студии это Это очень такой звучный в казахстанских интернетах человек, имеющий определенную свою позицию, то есть вот готовясь к интервью я начитался и вот первый вопрос, который я хотел бы задать, вот так или иначе вы высказываете какие-то вещи, которые вызывают бурные обсуждения, то есть и я вот немножко сам тоже как-то имею отношение, я знаю каково бывает читать комменты, а как, просто вот мне интересно как вы договариваетесь, вот уживаетесь вот с этими, ведь разные совершенно бывают высказывания, я вот читал там откровенно бывает там и кто-то ругает, кто-то наоборот аплодирует, то есть вот как вы внутри себя с этим, ну, как бы договариваетесь. Ну, во-первых, добрый день, а во-вторых, ну, наверное, две-три вещи можно сказать по этому поводу. Ну, во-первых, я сам интернетчик и присутствую в интернате достаточно давно. Когда долго сидишь в каком-то бизнесе, в каком-то, не знаю, поле, да, то начинаешь к его правилам, ну, отчасти привыкать. Потом, ну, по крайней мере, не знаю, насчет постсоветских или европейских политиков, но американцы, американские политики об этом говорят больше, да, и лучше. Театр Розвельт, известнейший президент Америки, говорит, кто занимается политикой, это вот кожа должна быть толще, чем у носорога. Ну, достаточно будет, ну, понимать, что если что-то ты говоришь, и говоришь резонансное, нетривиальное, понятно, надо быть готовым к тому, что тебя, ну, могут, условно говоря, с ног до головы облить так, что мало никому не покажется. Это особенно у нас вот те люди, которые только-только, скажем, заходят в интернет, эти начинают страдать, да, вот меня вот так вот облили, сказали что-то там и так далее. Здесь, ну, для меня вот, когда начинают говорить, что я провокатор, что там еще что-то, я успокаиваюсь одной вещью. Если, ну, и Маргарет Тэтчер говорила, если мои оппоненты опускаются до уровня руганий, значит, у них нет аргументов, значит, я прав. Если я не прав, то доказывайте мне это аргументами. А, я здесь соврал, а, я здесь неправильно сказал, здесь я переврал, здесь я специально сознательно путаю факты. А вот такие вот разговоры, я честно скажу, я всегда признателен оппонентам, всегда есть чему научиться. Если идет вот такая критика, я всегда за. Но если идет вот на этом уровне вот этот провокатор, я знаю примерно типовые сегодня даже обвинения, которые звучат, а, это проплачено западом, ну, докажите, откройте мои счета, покажите ведомости. Кино, что ли, где деньги передаю? Да, я там передаю, там, иду в Вашингтонский обком, получаю деньги, покажите. Если нет этого, ну, пожалуйста, Бога ради, если вы, вот именно это ваш последний аргумент, который вы можете сказать на то, что я говорю, то welcome. Ну, понятно, что отчасти то, что я говорю, наверное, это отчасти наука, отчасти это политика, и я этого не скрывал никогда. И, собственно говоря, может быть, мое отличие от многих других, моих коллег там и так далее, ну, я не вижу себя очень сильно в науке, да, не скажу, что вот я преследую очень большие какие-то научницы, отчасти это политика, безусловно. Ну, вы по образованию, я вот уже... Я историк. Это вот один из немногих случаев, когда я к интервью готовился, то есть, просто потому что, ну, я, как сказать, я вот читал, что вы закончили наш вуз, да? Да, казахстанский вуз. Это казахстанский вуз, это казахстанский наш любимый. Вот я всем политологам задаю вопрос, да, то есть, вот политология в сегодняшней реалии, да, то есть, ну, я не знаю, по моим ощущениям, вообще мир, по-моему, сошел с ума, то есть, вот, если вот такую взять, вот какую-то, сейчас мы, кстати, я очень хотел поинтересоваться, вот, о вашей картинке, вообще, вот, происходящее, потому что надо полагать, вы об этом много думали, да, много думаете, надо полагать, вы подключены, как бы, к совершенно разным, там, точкам информации, ну, уж, по крайней мере, я думаю, они более многочисленные и более качественные, там, чем у обычного обывателя, да, то есть, как бы, то есть, вообще, вот, как вам сейчас вот эта вот мировая, вовсе, что происходит? Ну, смотрите, если говорить уже о нашей науке, как таковой, то, ну, ситуация довольно грустная. А политологиями сейчас? А я политологию не исключительно. Ну, грустная почему? Ну, во-первых, потому что значительная часть науки, это уже сегодня не наука, это пропаганда, то есть, скажем, серьезных исследований, ну, буквально, можно, наверное, по пальцам перечесть, и мы знаем этих специалистов, которые глубоко знают контекст, которые изучают мировой опыт и так далее. На самом деле, добросовестно политологов не так уж и много, мы хорошо эрудированы, это во-первых. Во-вторых, сама система образования, которая есть, и, скажем, те продукты, которые сегодня озвучиваются, частью, они завязаны на том, что есть некая политическая система, и они работают на потребу этой политической системе. То есть, у нас, вот смотрите, есть, ну, несколько сотен кандидатов и докторов наук, большинство из которых... По политологии. По политологии. Большинство из которых, например, защищались по теме демократический транзит в Казахстане. То есть, как Казахстан становится демократическим. Якобы есть этапы и так далее. Ну, давайте выйдем на улицу, выйдем там, посмотрим, можно ли у нас выйти на улицу и крикнуть «Долой Назарбаева», да? Или там где-то в телевидении это сказать в ящике. И мы увидим, что демократии, собственно говоря, никакой нет. Хотя, наверное, демократия этим не ограничивается. Ну, это так, один маркет. И в этом смысле, скажем так, политология в Казахстане, я люблю, такая фраза есть. В свое время, в 30-х годах, в 40-х годах, в американском посольстве работал Чарльз Болин. Он известнейший политолог, ну, как советолог тогда считался. Хороший эксперт. И он тогда сказал про американскую советологию. У нас нет специалистов по России. Есть разные уровни некомпетентности. Вот у нас примерно то же самое ситуация происходит. Наверное, это болезнь роста, но отчасти, вот я говорю, наша действительность, которая есть, она очень сильно сказывается на том анализе, который, по идее, обществу журналистам, другим был бы нужен. Ну, справедливости ради, мы не так много политологов-то знаем, таких вот, которые высказываются. Не, ну, смотрите, у нас все-таки политология пошла по пути, скажем, шоу-биза, да? То есть у нас есть некие знаковые имена, которые входят в какие-то топы, упоминаемость, чего-то, чего-то, чего-то. Самое трудное в нашей политологии сегодня попасть в этот, скажем, топ-10. Если ты туда попал, то к тебе будут журналисты обращаться по любому вопросу, даже если оно тебе не относится. А что сложного? Надо просто публиковать, ведь сейчас возможность... Нет, понятно, ну вот смотрите, мне все-таки хотелось бы всегда, да, я вот, ну, больше половины звонков, которые мне лично поступают, я отклоняю или нахожу телефон и перенаправляю. Вот, может быть, все-таки это экономический вопрос, у нас есть такие замечательные экономисты, там, Шандосов, Махмутов, Спанов, да, там, и так далее. Вот к ним обратитесь, и они, наверное, вам более качественно расскажут, нежели я. Или, допустим, звонят, а как вы относитесь к проблемам Иральского моря? Но я не эколог. У нас, к сожалению, есть некоторые наши друзья, которые, ну, иногда злоупотребляют этим. Ну, начинают выступать по всему, да, от ЖКХ, качества труб и так далее. Мне кажется, это тоже неправильно. Мы немножко размываем, да, и получается, мы говорящие головы по всему. Отчасти сегодняшняя журналистика, она тоже, вот такой рынок, как бы, пестует, да, нужны постоянно говорящие головы, потому что всегда, ну, журналистам нужен набор неких, более-менее, там, приемлемых для общества, там, узнаваемых лиц, желательных с именем политолога. У нас же сегодня сейчас ситуация интересная. Даже Храпунов про политолог. А Блязов иногда может написаться политологом и все что угодно. Это, отчасти, тоже неправильно. И вот, когда был конгресс политологов, мы это тоже обсуждали. Что касается, если мировой науки говорить, да, и ее связи, скажем, с Казахстаном, то вот, если взять вот Казахстан как рынок, то его доля в мировом разделении труда и так далее, ну, она на уровне статистической погрешности. Ну, так он не значит, нас и немного. Ну, и нас и немного, если даже, вот, примерно такое же место у нас в политологии. Между тем, нам нужны, мы интересны, ну, с точки зрения ближайших, там, 10-15 лет. Потому что, ну, немножко с геополитикой будет совещаться в эту сторону, после Украины, после всего. И тогда, понятно, нужны новые интересные теории, новые интересные концепции и так далее. И с этим у нас большой дефицит. К нам все идет, а от нас выходит, ну, фактически, очень мало. Ну, это же получается, что сейчас молодые ребята, вот, студенты, да, вот такого, там, я не знаю, там... Любого вуза. Да, любого вуза, они должны хотеть становиться политологами. Ну, вот, кстати, справедливости ради нашу программу смотрят, там, люди разных возрастов. Вы вообще, вот, молодежь же сейчас, она такая, достаточно прагматичная, да, то есть, и наверняка у нее может возникнуть вопрос, да, то есть, а кто мне потом будет платить зарплату, да, то есть, ну, вот, вы говорили, вам легче, да, вам по многим, там, комментариям ГУЗД платит. Да, да, да. То есть, понимаете, ну, не все уже так, собственно, повезло. Да, не все так повезло. Да, то есть, как мы, то есть, ребятам сейчас... Вот, смотрите, в советское время был такой штамп. Тогда же зарплату платили, да? Ну, понятно, что, почему вот люди шли на исторический или философский факультет? Считалось, что выпускник из ТФАКа или философского факультета по окончании может попасть в комсомол, в партию и так далее. Ну, вряд ли. То есть, это такой социальный лифт своего рода? Социальный лифт своего рода, да, то есть, идеология нужна, нужны инструкторы обкома, горкома и так далее, поэтому шли в эти факультеты, и они были идеологические. То есть, людей учили именно тому, как себя внести с публикой, что нужно говорить, решение какого съезда и так далее. Сегодня политологи, в основном, я вот, ну, довольно часто встречаюсь с политологами, там, ну, бывает, там, на встречи, ходишь на лекции, еще что-то. Я вот, ну, по крайней мере, иногда спрашиваю, там, как вы себя видите, да? Молодым. Молодым, да. Я слышал, ну, очень много такую версию, что, да, вот, после окончания, скажем, вуза, я хотел бы попасть в докемат, в администрацию президента, анализ общественных процессов и так далее. То есть, в любом случае, как бы, вот эта завязка, она осталась. Получается, политология, это своего рода путь во власть, так или иначе? Да, ну, не скажу, что он усыпан розовыми лепестками. Ну, это вообще на любителя, я считаю. Ну, да, нет, ну, по идее, конечно, если правильно двигаться, то люди должны идти туда, в политологию, для того, чтобы понимать общество, чтобы открывать новые какие-то закономерности и, может быть, предопределять то, каким оно должно быть общество. Если ты сильный, на самом деле вырастаешь до уровня социального мыслителя, который меняет мозги людей, мышление людей, если до этого доходит, то это, конечно, супер. Я всегда говорю, ребята, вот вы что думаете, вот где вы хотели бы публиковаться? Они говорят, ну, вот, там, у нас есть политологические журналы и так далее. Я говорю, нет, ребята, вы вообще себе неправильную цель ставите. Вы должны публиковаться в New York Times, The Guardian и так далее, в таких крутых изданиях, чтобы вот сказали. Вот по Казахстану есть такой выдающийся специалист, который знает пять-шесть языков, который общается с политологами в Европе, в Америке, в Азии, в Китае, в Японии. И его знают, его начинают, на него цитирование начинают. Но у нас сейчас, насколько я понимаю, такого уровня специалистов? Нет, у нас есть штучные отдельные специалисты, которые, скажем, цитируются и так далее. Но опять же многое зависит, и очень, опять, как всегда, в любой сфере бывает, очень многое зависит от, скажем, личных каких-то пристрастий. У нас есть политологи, которые хорошо знают англоязычный рынок, которые там обучались, которые любой человек, который специалистом из Европы приезжает, что с ним встречаются. Естественно, когда они делают свои публикации в журналах, они начинают цитировать этого товарища и так далее. И здесь, конечно, очень много субъективного тоже есть. А поскольку этот рынок очень даже такой, скажем так, и переоцененный, и перенасыщенный, попасть туда, скажем, попасть в список 10-15, опять же, тех же самых людей, которые интересны, скажем, для иностранных исследователей. Сегодня я радуюсь одному и одной вещь. В месяц две-три встречи обязательно происходят с людьми, которые изучают Центр-Аназию и Казахстан. Раньше такого не было, да. Я думаю, что у моих коллег у некоторых даже и больше есть. Есть более, скажем, у нас... А что это за люди? Кому это интересно? Нет, я говорю, постепенно, слава богу, Казахстан становится интересным для мира. Ну, почему? Нет, я думаю, что это связано с тем, что фокус, опять же, геополитический начинает смещаться. В свое время, когда мы были с друзьями, большая научная экспедиция была, мы были в Оксбридж, Оксфорд, Кембридж, лондонские вот эти организации посвящали, и посетили большой институт, он посвящен странам Азии, да, скажем? Да, в Англии такое все такое есть. И там вот видно по библиотеке, какая страна для англичан представляет интересы. Понятно, что это в начале Китай, да, 15-20 полок, полных книг, изданных во всем мире, и в Китае, и вообще про Китай, и так далее. И там, скажем, второе по масштабности это Индия. Ну, понятно, это бывшая колония, очень много индусов в Англии живет, еще что-то там, исследователи, очень много завязано. Да, потом идет арабские страны, потом идет Индокитай, еще что-то. И я спросил, а где вот полочка, где Казахстан, Центральная Азия? Мне повели там небольшой раздел, там половина занимает, скажем, Казахстан, да, книг 40 лежит. Вот когда хотя бы у нас две-три полки будут про Казахстан, тогда мы станем, во-первых, понятным миру, мы перестанем быть такой черной дырой, как Бзежинский говорит, что ну вот это может превратиться весь регион в черную дыру. Между тем, вот сценарии могут быть такие, что Казахстан может превратиться во что угодно, начиная от более или менее такой нормальной цивилизованной страны, которая играет по мировым правилам, и заканчивая Афганистаном, Ираном, и все что угодно. И не надо думать, что вот у нас все сегодня хорошо и так далее. Я просто, как всегда, пример привожу Алину одну вещь. В 60-е годы прошлого века Иран и Афганистан считали самыми открытыми, толерантными, вестернизированными государствами, где девочки ходят в мини-юбках и так далее. И где это сегодня? В Афганистане уже четвертое поколение вырастает с автоматом калашниковой, не говоря про герочи и так далее. Ну и Иран, понятно, да, теократическое государство, где довольно сложная жизнь. И эти сценарии, они могут реализованы быть и у нас. Если мы, на самом деле, честное общество, мы должны об этом честно говорить и думать над тем, как этого не допустить. У нас, к сожалению, многие вещи упирают на то, что у нас умный президент, он все видит, все знает, он знает до 2050-го года картину мира, и она будет неизменна. На самом деле вся история человечества – это история человеческих действий, тщетности. Ты можешь планировать. Слово такое, религиозное уже, тщетность. Ну да, наверное, все-таки есть вещи, которые… Вы сейчас говорите, вот хорошая у Вас фраза, я извиняюсь, я немножко вклинюсь. Хорошая фраза такая прозвучала, как социальный мыслитель. То есть, социальный мыслитель – это по Вашему… Вы что под этим подразумеваете? Я подразумеваю людей, которые своими действиями, своими поступками, словами меняли мышление целых поколений, народов и даже цивилизаций. То есть, люди или которые пытались это сделать. У Милтона Фридмана, и потом многие даже нобелевские лауреаты по экономике взяли вот эту цитату из Милтона Фридмана, сделали как бы эпиграфами к своим книгам, допустим, Сауму Эльсен, да? Он сказал такую вещь. Ну, принято думать, что миром правят цари, политики и так далее. На самом деле, это все напрасно. Миром правят социальные мыслители. Даже самый независимый, самый, скажем так, нетривиально думающий политик может оказаться жертвой какого-нибудь социального мыслителя, который жил в 16 веке, о котором никто не знает. Ну, я согласен. Кто-то может повесить себе на щит, допустим, от Бастулака и Макеа Уэлли, да? И выстроить на базе... Да. Ну, хотя вот благодаря интернету, благодаря телевидению, мы же все сейчас открыли возможность для себя смотреть очень много фильмов, да? Элементарных, не говоря уже про книг. Художественных. Художественных, других, документальных и так далее. Мы же видим, что законы власти в принципе-то не сильно менялись за все эти веки. И сама вот вообще может быть... Я почему говорю про тщетность иногда, да? Человеческая природа, к сожалению, не меняется. И не сильно меняется. Она может быть чуть... Лондонская такая... Собственно, ничего не изменилось, только квартирный вопрос. Ну, квартирный вопрос, да, испортил. Ну, у нас ипотечный вопрос или кредитный вопрос в Казахстане, можно сказать, да? Ну, тем не менее, это факт. Ну, я согласен с этим. Боевода человеческая мало меняется. Алченности меньше не стало, глупости меньше не стало за все это время. Бывают, конечно, пики, когда вот человек сам себя превосходит в своей глупости и алчности, но тем не менее, в общем, в общем, средний уровень из века в век, ну, по-моему, не сильно поменялся. Ну, две тысячи лет данные десять заповедей, они на сегодняшний день актуальны. Собственно, так же, пожалуйста, не укради, да? Ну, да. Ну, хотя, если вы помните, первые десять заповедей, они довольно интересные, чтобы были. Там, воочи, да, не вари, как его... Ну, я не настолько, я вот классический, как бы... Ну, да, классический, да, которые утверждены, они общие от мира к миру, но тем не менее... Ну, что там изменилось? То есть не сотвори себе кумира, то есть мы видим, да, что кумира-то как бы сотворяют, то есть кто-то там... Нет, ну, допустим, самая большая вещь, да, вот, которая, казалось бы, ну, невозможна, да? Та же самая Европу взять, да? Которая сегодня преподается как некий образец гуманизма и прочего, да? Ну, казалось бы, две мировые войны. Много, кстати, версий на Европу сейчас в последнее время. Да, 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 не было. Но я имею в виду, ну, кто мог ожидать, что в 21 веке, да, в центре Европы, ну, Украина, относительно в центре Европы, произойдет, ну, конфликт уровня африканский, на самом деле. Это в Руанде такая же война идет гражданская, еще где-то. Казалось бы, два братских народа, да, которые всю жизнь там говорили, что мы братья, славяне, там, на века, и никогда невозможно, там, оказывается, в жизни все возможно. И когда вот это все происходит, наивно полагать, что мы являемся чем-то исключительным и не пытаться даже хотя бы на каких-то дальних подступах что-то увидеть и что-то на всякий случай. А я считаю, что, ну, если вернемся к определению именно социальных мыслителей и так далее, честно, ну, здесь разные говорят, интеллектуал говорят, еще что-то. Задача интеллектуал заключается в том, чтобы всегда сомневаться. Вообще, я считаю, сомнения, и в Талмуде об этом сказано, это самый выдающийся дар, который человеку дарует. Это его отличает, может быть, от животных, которые живут только инстинктом. Вот есть, да, вот инстинкт, вот все, есть, размножаться, еще что-то. Но вот тут интересно просто, я читал ваше интервью, и там, получается, вы очень многие вещи заявляете весьма безапелляционно. Куда что-то на сомнения девается. То есть, получается, вы какие-то вещи, когда уже говорите, вот, публичные, да, то есть, это вещи, в которых вы уже вот сто процентов уверялись. Ну нет, если бы я был в этом не уверен, я об этом бы не говорил. У меня есть некий анализ, у меня есть некая картина мира. Я не говорю о том, что она является абсолютно стопроцентной. Я не могу это сказать. Ну это сложно, да. Но это моя картина мира, и это мои политические взгляды и мои ценности. И как любой другой человек на этом рынке, я их, естественно, декларирую, и я и за них бьюсь. Вот у Камю есть такое замечательное выражение, все за что можно жить, за это же можно и умереть. Да, по итогу. Вот я за какие-то вещи, которые говорю, я готов умирать. Вот я не знаю, ну, по крайней мере, мало знаю людей, которые готовы умереть за идею евразийства. Но за идею собственной страны, за ее независимость, суверенитет, за ее будущее и так далее. Это вещи, за которые стоит жить, но и при случае за это можно и умереть. Вот вся разница. Ну, опять же, поскольку, опять же, я говорю, это политический рынок. На политическом рынке, понятно, если ты туда заходишь, скажем, с нетривиальной идеей, если бы я говорил то, что говорит Назарбаев, мне не надо было ничего говорить. Я поддерживаю Назарбаева, сто процентов, все, я стою во второй колонии, там, слева, в 18-м ряду и так далее. Но поскольку я стараюсь говорить вещи, которые не идут, скажем так, в унисон с действующими, сложившими взглядами и, скажем, насаждаемыми взглядами, мне надо говорить чуть громче. Мне надо говорить чуть, может быть, сильнее, чем другим. Ну, получается, если по формулировке, что социальный мыслитель, его основная миссия, да, то есть изменить каким-то образом мир, да, то есть окружающую реальность, то есть можно так сказать, что вы, получается, именно это и хотите сделать. Я хочу это сделать, но я вот, ну, сейчас бы, при всем даже, вот, опять же, не скроме, да, уважении и любви к себе, я бы не стал говорить, что я сегодня, там, социальный мыслитель или еще что-то. Я бы хотел, чтобы потом про меня сказали. Ну, как бы, потом. Да. Сегодня я, скажем так, ну, действующий, скажем, политолог, действующий публицист, который имеет свое некоторое мнение на какие-то вопросы, которые его волнуют, и который пытается это декларировать, заходить. Ну, вот, мне закрыли телек, но я иду в интернет, мне закрыли интернет, я иду еще куда-то. В любом случае, я найду, поскольку я этого хочу. Есть социальные сети. Слава Богу, сегодня не 70-е, не 60-е годы, да? Ну, да. Когда тебе закрыли газету, закрыли телевизор, и все. СМС-датом не надо. Да, СМС-датом не надо. На пишущей машинке там размножать через копирку по 4 экземпляра не надо. Слава Богу. Очень много сейчас таких вот... Ваше отношение вот к Америке, признаться, интересно было бы послушать, потому что вот я знаю, что... Вы сейчас вот говорили, были, собственно, в Америке. Да, были. Вот. И в отношении вот ее внешней политики, потому что мы сейчас видим, да, что очень много разных точек зрения по этому поводу. Кто-то там припоминает там Югославии, Косово... Да, я понял, о чем вопрос. Кто-то говорит... Понял, это круто? Да, у нас вот, кстати... Ну вот я, смотрите, что думаю. Хорошие новости. Курить можно. Ну, мы это не будем считать, что это реклама. Да, да. Смотрите, по Америке у меня достаточно прагматичный взгляд. Америка, как страна большая, она очень много себе внимания притягивает, в том числе очень плохого мнения, поскольку она тоже в кукулингах среди живет. Есть, понятно, что в Казахстане есть несколько наложений, которые, ретроспектив, которые влияют на наше восприятие. Ну, есть, собственно, российское, да, но сейчас оно в полном антагонизме находится. Есть мусульманское, скажем, да, усредненное, что Америка – это зло, исчадие, ада и прочее. Но, между тем, понятно, что Казахстан на все эти рынки так или иначе чувствительно реагирует. У нас 50-60% населения смотрят российское телевидение. Сегодня есть адепты, скажем, ультра-религиозные и так далее. Это все есть. Но, между тем, надо понимать, вот обычно бывает, что я вот хожу, допустим, встречаться с молодежью, да, с студентами, заходишь в аудиторию, 100-200 человек иногда сидит. И тоже, когда такой вопрос возникает, значит, не только насчет Америки, ну, что-то Китая, насчет России. Но она, вот Вы правильно сказали, она заметная. Нет, ну, естественно, у нас рынок, скажем, кино, которое мы смотрим, он туда завязан. Скажем, шоу-бис туда завязан. И денег у них как-то много. И, скажем, это тот рынок, который влияет на самом деле. На армия самая большая. Да, естественно, и флот везде стоит. Это одно, но я всегда спрашиваю одну вещь. Вот, допустим, вот Вы говорите какие-то вещи. Вот сказали гееробру, да, допустим. Я не говорю. Нет, ну, я, в зале, допустим, в зале спросили. Есть, это очень часто цитирую. Да, 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 нет. Есть это штампы. Да. Вот есть штампы. Вот есть штамп такой-то, есть штамп такой-то, есть штамп такой-то. Вот Вы лично были, допустим, в Европе, либо в Америке, чтобы утверждать это априорно. Нет, не было. А почему Вам не побывать-то? Я не знаю, найти какой-то грант, по обмену съездить и так далее. И у Вас, я уверен, что мнение, если не кардинально, оно чуть-чуть изменится. То есть, мое личное пребывание в Америке, оно, на самом деле, в какой-то степени мое отношение к стране изменило. В каком плане? Ну, понятно, что были, поскольку я историк, и довольно много книг и литературы читал именно про Америку, да, начиная с Драйзера и прочего, там, Мир Чистогана и все прочие вещи. В этом смысле, да, изменилось. Потом у нас очень такое довольно, очень ошибочное мнение, представление, когда мы судим об Америке, там, глядя на Лос-Анджелес или на Нью-Йорк. Есть Глубинная Америка, Севская Америка, Техас и так далее, которые совершенно разные и они более, может, консервативны, чем даже казахские аулы. Вот казалось бы, традиционные казахские аулы, не менее консервативные, по крайней мере. Вот эти все вещи, на самом деле, меняют. Что касается внешней политики Америки, я объясняю таким вещами. Вот Америка настолько крупная страна, у нее настолько, ее вес в мире, в экономике, настолько большой, что она себе уже не может позволить иметь черные дыры вроде Ливии, вроде ИГИЛы, которую сегодня Исламское государство провозгласило. И она будет вынуждена однами в коалиции с европейцами или с другими странами. Ну вот казалось бы, ИГИЛ появился, но вроде бы мусульмане, но арабские страны многие просто напуганы. Они понимают, что эти ребята завтра их сметут, поэтому они Америку будут поддерживать. И настолько у нее сегодня мощные интересы, что она вот, грубо говоря, появится, появится где-то непонятное государство, достаточно в которой поселится 100 человек, вот Афганистан тому лучший пример, и завтра будет разрушена какая-нибудь еще одна башня и так далее. Это вопрос места и роли в экономике и в мире. То есть Америка по-хорошему хотела бы, чтобы у всех были одинаковые правила и так далее, она делает исключительно исходя из своих собственных интересов. Где-то получается она уже заложена в тех карт, которые знали. Естественно. Каждый человек и кузнец, и еще хуже своего счастья. И в этом смысле, смотрите, она завела вот эту машину, огромная индустрия, и кино, и прочее, прочее, прочее всего, и она уже не может остановиться. В тот день, когда эта машина остановится, все полетит в чертяк. Там же говорят, на мой взгляд, это же правда, что информация об огромном долге там внешне. Нет, это тоже часть этого бизнеса. Вот казалось бы, если у вас или у меня будет долг, миллион долларов, мы все, мы банкрот. У нас отберут квартиру, у нас отберут то, у нас отберут это. И с нами перестанут здороваться. Много вариантов у нас есть. Смотрите, вот Россия. Кто-то геройный. Россия, да. У нас уже, кстати, быть должником, сидеть в тюрьме уже не является относительно плохими вещами. У нас потому что все. Я вам скажу маленький пример. Я недавно как-то летел с командировки, и все он так относительно впереди, и там получается сидеть... Занять миллион долларов, что непросто. Ну да, да. Смотрите, сидеть человек в хорошем костюме, пиджачке. Видно, что он такой солидный, у него хорошие швейцарские часы, но видно, что упакованный человек. И знаете, что он читает? Это спечатан с интернета, а там примерно такое, я первом страничку увидел, как вы жите в тюрьме. Ну, собственно, готовится все. Ну, я так подумал, что это, наверное, все-таки не чиновник, но бизнесмен явно, да, какой-то. Но у нас сегодня, поскольку тендеры, и все под Богом ходим, и другого Акима, оказывается, могут за ручком привезти куда-то, если он там неправильно в расклады попал. Ну, тут вот, опять же, если склоняться к историческим параллелям, то, собственно, всю жизнь так во власти было, да, то есть, вот если, я не знаю... Ну, вот, опять же, это... Я не артик какой историк, да, там, я многие вещи, там, я не знаю, там, изучал по историческим романам, да, но он, допустим, в той же Турции, да, там, раз в пять лет визире голову рубили. То есть, ну, как бы, причем, как бы, это было поставлено, собственно, на потом. Ну, собственно, политические-то, конечно, нравы, они немножко, из силы общественного мнения и так далее, они немножко мягче стали, но суть эта не поменялась, да. Ну, с другой стороны, это закон политики. Ты хочешь, если ты нахочешь попали, и можешь попасть под пресс большой, да. Ну, слава Богу, у нас, там, не четвертуют на центральной площади тебя, там, не казнят твоих всех родственников. Но, тем не менее, суть остается. Почему мы говорили о том, что, ну... Мало мне кажется, тоже не покоряется. Не, ну, понятно, что уровни разные, ну, понятно, что раньше бы просто был, отрубили голову. Еще один интересный вопрос, вот, по ходу беседы возник. Сейчас вот у нас, я вот по социальным сетям просто вот ленту просматриваю, я подписываюсь вот на всех. Это мое личное исследование, да, тоже такое, оно... Давайте интересно послушать. Я далек, конечно, от научных методологий, да, но, вот, стучатся люди в друзья, и я подписываюсь, да. То есть, пожалуйста, будут читать истории. Вот, много, конечно, там и веселых висей, но, вот, допустим, я очень часто вижу в соцсетях, вот, сейчас какой-то тренд, что ли, да, что у нас вот молодежь призывают всех становиться лидерами, вот. А что в этом плохом? Нет, я не говорю, что плохо. Я говорю, что, вот опять же, исторически, да, то есть, с точки зрения статистики, да, ну, вот, можно же назвать бизнесменом, да, ну, вот, бизнесмен это определенный лидер, да, он создает... Да, конечно. Он создает... Небольшого, но коллектива. Да, да. Создает, а больше. Целую такую, как бы, зону влияния, да, там, то есть, вот так вот, статистика, там, на 200 тысяч, там, один человек может, ну, полноценную какую-то инфраструктуру, вот такую создавать вокруг себя, то есть, это, ну, тоже... И не у всех получится. Да, то есть, вот, я, мне просто, что интересно, что, объективно, ну, мы же понимаем, что все лидерами быть не могут, и когда, вот, мы, допустим, молодежи говорим, да, давай становись быстро лидером, а из, там, ну, я не знаю, сотни человек, там, едва ли один может быть, остальные 99 могут себя чувствовать потом неконфортно, да, то есть, потому что они не стали, и, как бы, ну, у него немножко какая-то... Ну, вы считаете, что, если, там, не слишком много будем заряжать молодежь, то это конфликты появятся, или как? Нет, чуть-чуть по-другому. Я просто, вот, на тех позициях, что, вот, ее пускай она думать начинает, да, то есть, вот, много читать, вот, мне нравится, что вы сказали, да, что пускай изучают много языков, пускай читают очень много книг, пускай начинают критически думать, и тогда они будут, скажем, вот, если говорить о социальных гарантиях, то есть, вот, я вывел, там, я не знаю, свою теорию, да, но она, я не думаю, что такая уж эксклюзивная, то есть, твои максимальные социальные гарантии... Знаете, я, как раз-таки, вот, насчет лидерства, я бы немножко бы засомневался. Вот, мои коллеги до 805 раз, уже мало, другие, да, недавно выпустили книгу, как раз, посвященную молодежи, да, можете считать это даже рекламой. Называется коктейль молодого. Нет, у нас на городе пост висит, да, и, смотрите, вот они пришли к такому выводу, что нынешние, вот, у Сона говорят, 25-летние малые ребята, которые закончили вузы, они очень патерналистские, большинство из них не думает о лидерстве, большинство из них пытается пристроиться на эти теплое место. Социально адаптироваться по-быстрому. По-быстрому, но адаптироваться где? В тех отраслях, где, скажем, не сильно нужны лидерские качества. Стать чиновником, стать администратором, попасть в Казмунайгаз, там, еще что-то в прокуратуру, судьбу и так далее. Ну, я вот, чиновникам, мне кажется, как бы, если у тебя не будет каких-то лидерских качеств, то тебе понимать, зачастую, что они... Мы знаем очень много чиновников, которые не являются такими, да, основная же масса, ну, министр, да, наверное, должен быть лидером, да. Но есть очень много чиновников, которые являются функцией, но которые относительно себе некий какой-то комфортный уровень создают. Ну, это и вот я с Ерваном Кариным, тоже вашим коллегой, беседовал, что он тоже тогда сказал в интервью, что я встречаюсь с молодежью, и она... задаю ей вопрос, кем вы хотите быть, да, там, ну, большая там количество, говорит, мы хотим депутатом, вот, то есть, хотя депутатов их всего 300 человек может быть у нас в стране, да, то есть, и говорят, как с теннисистами, да, что в теннис, наверное... В первую сотню попасть, это, ну, вообще... Да, это надо там... Огромное... Там, на самом деле, надо ломать себя и работать... Нет, самое главное... Еще и пару миллионов долларов... Это же что подразумевает? Ну, прежде всего, наверное, некий уровень... Вот давайте поговорим, это что такое вообще? Нет, это же, это прежде всего трудолюбие. Вот просто потому, что вот ты не станешь главой большой корпорации, не создашь ее с нуля, если ты не будешь работать 26 часов в сутки. Да. Вот абсолютно согласен. По опросам, да, по ценностям, которые сегодня, ну, вроде бы, должны подразумевать ответственность, у многих молодых вот этих сегодняшних ребят этого нет. Люди не хотят вот с нуля что-то начинать... 24 часа работать, по-моему, тоже... Не хотят, да. Нет, они хотят некий уровень комфорта и защиты. Я это, ну, мы очень часто обмениваемся между собой, я это связываю с одной простой вещью. Большинство из тех ребят, которым сегодня 25, ну, может быть, в потолке 30 лет... Да. Это, скажем, поколение... Это поколение следующих десятилетий, да. Вот, которые пусть у нас, они родились в очень сложный период. Вот вообще есть, оказывается, очень такие научно доказанные корреляции. Вот поколения, которые рождаются в годы экономического спада кризиса, они плохие инвесторы. То есть они стараются брать более-менее гарантированные какие-то бумаги и так далее, но в рисковый бизнес, в рисковые акции они вкладываться не будут. Но зато поколение, которое рождаются в более-менее сытные времена, оно готово к рискам, оно готово к каким-то... То есть вот то, что когда они маленькие... Не пуганные, можно сказать. Да, не пуганные, да. Вот люди, которые обожглись, которые вот это испытали, да. Ну, помните, вот эти времена, когда там хлеб было трудно купить... Мы прям жили, мы жили, да. Вам сколько лет? В 90-е я уже школу закончил, я уже работать начал, да. То есть у меня есть мотив, чтобы выживать. Какого года? Я 75-го был. 75-го, ну это вот собственно... Нет, то есть у меня вот эти годы, для меня это счастливые годы. Да, я пришел на госслужбу, я себя доказывал, да, работал, ночевал в кабинете. И не один раз... Я извиняюсь, а на госслужбу куда? Ну я начал в Центральном госархиве работать, потом в Архивное управление, потом в наш такой знаменитейший институт Казахстанский, здесь так есть, исследуем потом в Министерстве информации и так далее. То есть вы по госслужбе... Я вот самых низов, то что называется... Лет 10, наверное? Я 12 лет госслужбе. А что жили? Да. Это немалый срок. Да, это немалый срок, но я работал счастливые годы, когда был на самом деле патриотизм, мы не знали, что такое откат, что такое тендер, копеек, тех небольших бюджетных копеек, и той, которую каждый квартал резали. Мы вот это помним, но мы работали исходя, мне кажется, из другой мотивации. Ну, патриотизм его. Да. И смотрите, он был драйв самый главный. Вот для меня в жизни, вот я честно скажу, мне вот, если я работаю с кем-то, мне важно две вещи. Либо это драйв, либо это человек, который выше меня, надо мной, я его, которого очень сильно уважаю. Вот две вещи, которые меня, скажем, могут держать на каком-то месте. То есть это человек исключительный, у которого можно много чему научиться, ради которого можно даже какие-то небольшие там социальные или экономические взгоды можно перетерпеть. Ну, собственно, это нормально. Да. Ну, то есть вот эти две вещи. Сегодня мы видим другое, да. И я вот считаю, что вот нынешнее поколение, которое родились в эти плохие годы, которые вот начали расти, и для них в голове такая неприятная картинка сложилась. Вот если ты не с государством, если там никуда-нибудь там вхорону, они что же видят, да? У нас общество очень простое, да? Мы все живем в очень маленькой стране, и люди видят по коттеджам, да? Вот это коттедж финансового полицейского, вот это коттедж налогового управления, вот это коттедж Акиматовский, и вот рядом там еще что-то, да? В статье я читал вашу. Да, и вот эти все вещи, они, понятное дело, накладываются. Люди же видят. И сегодня, заметьте, вот я вот, ну, по крайней мере, мы же все ходим на какие-то свадьбы, мероприятия, общаемся с родственниками, куча молодежи приходит. И даже когда спрашиваешь, что для тебя является более важным, да, там, любовь, там, условно говоря, либо там удачно жениться, многие, безусловно, выбирают удачно жениться. Вот так вот? Да. Я просто не интересовался. Нет, я вот всегда, ну, для меня это, ну, с одной стороны, интересно, Я как-то женился, вот. Ну, нет, ну, мы никогда не думали. Ну, вот, первый телевизор купили, мы радовались. Первый, там, я не знаю, там, спальный гарнитур более-менее нормальный купили, радовались, да, у нас на двух матрасах, как бы, начали жизнь, да? Ну, как-то, ну, вот здесь был какой-то, я не знаю, романтизм, да, что называется? Изаковский романтизм и прочее. А вот сейчас считается, что надо, да, обязательно, чтобы человек был упакован, чтобы у него была машина, чтобы у него папа где-то крутой был, желательно, там, связанный, там, с лифтянкой, еще что-то, то есть у молодых людей изначально уже сбита такая вот схема, по которой должен идти. И в этой схеме нету. Я открываю маленькое предприятие, да, покупая одно яблоко, продаю за 2 доллара, покупаю 2 яблока, этого нету. И это, наверное, может быть самое плохое в этом поколении. Какой-то там за еду пару лет отработать с каким-то крутым специалом? Да, научиться чему-то. Чтобы поздно? Нет, надо вот хорошо пристроиться в жизни, либо под кого-то лечь, либо там жениться на его дочери, выйти замуж за его сына, найти себе удачную нишу. На всех не хватит? Нет, понятно, что и депутатов на всех не хватит, и министров на всех не хватит. Как-то это вот они, мне кажется, не досчитали немножко. Нет, ну это опять же из-за чего происходит. Как был Миларзе, помните, принцев на всех не хватит? На всех не хватит, да. Лучшие друзья, девушки, которые влияют. Но это все понятно. Я говорю, к чему? Если взять вот картины мира, да, вот это же картины мира, да, то есть вот это современное телевидение и прочее, вот эти все вещи. Потом самое простое, это вот жизнь людей. Я же говорю, мы же в маленькой стране живем. Люди все общаются, видят. Рядом судья, у него контейдж такой, ну, по которым по его зарплате, он лет 300 должен был с утра до вечера приговор выносить, а у него контейдж такой, что там на миллионов 3, да, долларов. И люди же это видят. И они начинают делать простые выводы. Вот что нужно, чтобы успешным стать? Надо стать прокурором, надо стать судьей, надо стать чиновником, налоговиком, финполицейским или еще кем-то. Ну да, ну а я вот последнее время начал, вот услышал просто, что на сегодняшний день у нас, мне кажется, переизбыток белых воротничков. Просто вот в результате, возможно, и вот того, что вы говорите, да, но... У нас огромное количество, несторазмерно большое количество вузов на душу населения. Что они производят у неких специалистов, которые никому не нужны? Мне кажется, что сантехник вот такой квалифицированный, да, я прям сталкивался, они 10 тысяч долларов в месяц зарабатывают. Электрик, вот, а девочки, да, там, вот какие-то... Хороший сварщик. Я просто вот стройкой занимался, да, и я просто видел, сколько я самым денег работал. Хороший экскаваторщик. Да, ну за экскаваторщик я вот... Нет, нет, смотрите, сегодня же нормально. Участок выровнять 60 тысяч тенге стоит в час там. Да, нет, я говорю, нет, если ты как бы правильный... Сегодня понятно, что это все, все требует некоторого уровня компетенции и образования, да, потому что техника усложняется. Элементарно, да, даже дрили сегодня другие, нежели раньше, да. Это, понятно, требует, ну, наверное, не высшего образования, но очень хорошего сами специального образования и желания постоянно учиться. Слава Богу, есть интернет, другие возможности. Вот смотрите, я вот называю многие наши университеты диплом Хана. Это принтеры по распечатыванию диплома. Хорошее название диплом Хана. Нет, ну это диплом Хана. Я еще не слушал. Нет, ну я много везде делаю. Вам сейчас там похлопали. Я прям чувствую, я просто знаю, что в комитах обычно пишут. Что получается? Человек 4 года, да, забирает очень большие ресурсы у своих родителей. Сегодня образование дешевое в Казахстане. Ну, относительно не очень большие. 600-700 тысяч в год. Это солидные деньги, особенно если ты получаешь 100 тысяч. В диплом Хане можно и за 400. Нет, в итоге же, что получается? У человека появляется некое самомнение. Я человек с высшим образованием. При этом у него уровень образования ноль, уровень компетенции ноль, уровень конкуреспособности ноль. Но есть амбиции и опыта нет вообще. И опыта нет. Ну понятно, что если у тебя нет желания, вот я, по крайней мере, работаю же, куда бедно, у нас есть небольшие политологические структуры. Я вот тех же самых политологов не видел, которые пришли бы и сказали, слушайте, мне вот нравится, что вы пишете. Можно я буду просто к вам приходить, бесплатно что-то волонтерствовать? Да. Хотя бы поучусь. Ну ладно, я про себя не говорю. У меня нет ни научного звания, ничего. Я к этому не ставлю. Мне это неинтересно. Но зато есть какие потрясающие ребята. Ну есть. Досун, Сарпаев, конечно. Потрясающий же человек. Эрудированный. Хотите, веселый. К людям очень вежливый. Он никогда никому не скажет, что ты не прав. И так далее. Вот ходи к нему, учись. Ерлан Карель. Потрясающий, блестящий интеллектуал. Который имеет опыт и госслужбы. И имеет даже элементарно связи. Вот если кто-то, на самом деле, у него там хорошо потрудился, он всегда может порекомендовать, сказать, ребята, обратите внимание, возьмите там вакимат. Все быстрее получится. Да. Все же быстрее. Вот я не вижу вот этих ребят с горошими глазами, которые готовят волонтерство. И коллеги ваши тоже примерно то же самое говорят, я уверен. Да. Нет, мы же общаемся, сговорим. Вот если ты хочешь стать кем-то в этой профессии, то ты, наверное, слушай не тех людей, которые не печатаются, которые не знают. У нас же как получается. Даже в ВОЗах люди преподают, которые ни дня не работали на госслужбе. Ни дня ни одной выборной должности не участвовали. Ни в одной политической компании не участвовали. Но в этом преподают электоральные какие-то вещи. Технологии преподают. Откуда знают? Откуда ты знаешь, если ты в этом не участвовал? Ну, так, наверное, и с бизнесом. Я тоже много слышал, что… Опять же, да. Ну, мне кажется, если преподавать, то должны уже люди из некой компетенции и некоторые истории успеха. Как вы относитесь к многочисленным бизнес-консультантам? Раз уж так речь зашла, просто ваше мнение интересное. А нет. Потому что мы видим сейчас, опять же, в моей ленте посвящается… Это тоже бизнес. Нет. Я понимаю, но… Просто вот… Мне каждый день в Фейсбуке приходит какое-то приглашение на какое-то семена… На семена не приходит. Вот я что и говорю… Я тупо броню, да. Ну, во-первых, это не из моей сферы, да, отчасти. Или то, что мне нужно, я всегда найду. Я вот этим, ну, честно говоря, с очень большим скепсием отношусь, там, азбука, там, бизнес, там, 10 лучших ходов в маркетинге, и все, что с этого начинается… А вообще, порой до ЕЛИ, если доходит вот НЛП, вот это… Ну, нет, нет. То есть, мучают тебя на полном серьезе… Нет, есть вещи, да, НЛП, если правильно заниматься, то есть, ну, это же как, это… Как правильно разговаривать, или правильно менять на людей, да? Ну, я согласен, но… Таких специалистов штучно, и некоторые есть политики. Вот, я думаю, что тот же Насуна Абиш Назарбаев – это человек, который, может быть, и не обучался, но это человек с потрясающей интуицией, и вот таким… Вот у американцев есть такое выражение «political animals». То есть, человек, который является политическим… То есть, он живет в политике. Он чувствует власть на кончиках пальцев, да? Ну, это штучный товар. И этому, наверное, очень трудно обучиться. Ну, есть люди обучаемые очень, да? Допустим, тот же Гани Касын, но это потрясающе обучаемый человек. Когда он пришел, скажем, в публичную политику, он был абсолютно в новом месте. А если взглянуть на власть из призмов веков, да? Существует же еще одна теория, вот вы к ней как относитесь. Государь, он не от Бога, в частности? Такое вот… Нет, ну, от Бога, не от Бога и так далее. Нет, я не знаю. Это вопрос от легитимации, да? Раньше считалось, если ты от Бога, то почему все там… фараоны себя приглашали потомками… Александр Македонский… Заморочивался… Зерцем… Прямым сыном, потомкам и так далее. Это был способ легитимации. Сегодняшнее Божество – это выборы. Это голоса на выборах. И оно сегодня, ну, в силу мировой традиции, которая есть… Ну, как бы считалось, что история человечества движется от все большей автономии от Божественного, да? То есть человек дошел до уровня, что остался один в пустыне, условно говоря, за философский период. Естественно, вот эта куча маленьких индивидов, которые вместе собираются, они создают некое Божество. Политика – закон больших чисел. Это «вокс-поп-юре» получается, два народа. Понятно, что никто этим не сильно интересуется, по большому счету. Ну, кто сегодня спрашивает у нас общество? А должны какие у нас быть цены на бензин? Кто должен быть в парламенте? Кто нас спрашивает? Ну, у нас есть, как бы, манипуляций очень много. Понятно, что у нас есть технологии такие, что если телек зарядить на два месяца, можно воспитать какого угодно избирателя, который может за какую угодно платформу голосовать. Ну, согласен. Да, то есть это, ну, манипуляция. Но в целом, как бы, сегодняшним большинством считается это вот голоса на выборах. Почему политики вынуждены говорить даже те вещи, которые им не нравятся? Да? Ну, человек реально у других взглядов находится, но он при этом боится это значить. Ну, это мы, кстати, во многих американских фильмах видели, когда вот… И самое большое, и, наверное, вот это, в этом негатив, который во многих странах проявляется, политика становится бесценностной, беспринципной. То есть мне не важно, да? Вот я вот, допустим, ну, допустим, я люблю человек таких, ну, либеральных, демократических ценностей. Ну, если я вижу, что 90% людей считают, что должна быть, там, какая-то уровень социальной защиты, там, государство должно налево-направо всем деньги раздавать, я хочу попасть в парламент, я свои задвину интересы и так далее. То есть за вот эти ценности сегодня мало кто борется. И в мире то же самое происходит. В английской политологии это называется «catchel party». Партия «хватай всех». И, собственно говоря, ну, в американской то же самое, там две партии. В итоге, ну, чем у них отличие принципиально от нашей? Там у них партия начинает вступать в коалиции с большими, маленькими группами. И, допустим, я, вступая в спортсменную, ну, договорён с велосипедистами, которые значительной силой являются, да, я говорю, давайте, ребята, я вот госпрограмму включу, что будут везде велосипедные дорожки. Ну, вы за меня голосуете, да? Окей, окей, по рукам ударили. Потом дальше пошли. Там ещё кто-то. Теннисисты. Везде построил корты. Вот построил, ну, построил и построил, ну, по крайней мере, договорился, написал. И вот такие большие, маленькие кучи вот этих конвенций в итоге создают вот эту большую платформу, с которой люди идут. Ну, для этого нужны состоявшиеся ещё организации. Ну, естественно, это политическая традиция, культура. Ну, у нас же нельзя сказать, что у нас есть хотя бы одна, уважаемая, там, укоренённая в обществе, там, массовая организация, да? У нас, ну, с этим очень сложно. Ну, я вот одну знаю, оружанца. Нет, у неё прекрасная ниша, да, мы тоже, как бы, ну, я не люблю... Она прям работающая. Да, ну, я аккуратно, там, какой-то, если есть возможность, там, я какие-то деньги иду в терминал, кладу, там, за счёт и так далее. Я считаю это нормальной практикой. Мне что, нравится всегда? Нет, у неё цель благородная. И в отличие от многих государственных программ, в отличие от многих политических партий, да? Она же достигает успеха. Вот у нас... Я когда узнал те суммы, которые оружан собирает, то есть я вот тогда понял. Нет, смотри, суммы это одно. Ну, результат же, главное же, в чём миссия оружан стоит? Да, 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 естественно, нет. В чём заключается миссия, да? Там, мы как-то и с ней тоже бывает, там, в Фейсбуке, нет-нет, ругаемся, да, какие-то вещи, но при этом я абсолютно объективно признаю её работу. Её и многих других организаций, да? Ну, слава Богу, она не одна на рынке, но то, что факт какой происходит? По-моему, 10 лет назад детей-сирот в Казахстане было 42 тысячи. Угу. Сегодня 32 или 33 тысячи. Уменьшилось. Уменьшилось. И в целом, как бы, общество начинает, понятно... И намного? А целых 10 тысяч? Это нет. Это очень большая цель. Нет, каждый спасённый ребёнок, да, каждый, который человек, ребёнок, которого забрали из детдома, а мы всё понимаем, что такое советский детдом, да, который получил родители, который более-менее удачно социализировался, это большое благо, да? Ну, Достоевская, помните, ну, может, это пафос, но, да, насчёт слезы ребёнка, да, что мир этого не стоит. И это очень благородная миссия, которую надо поддерживать, которым надо... Я к чему говорю? Наверное, нужны другие правила игры, особенно для бизнеса, да? Вот ты хорошо занимаешься благотворительницей, но дайте процент другой, там, скидки, да, налоговых льгот, там, освобождение каких-то, зачётов. Да. У нас, кстати говоря, что интересно, есть такая организация, которая проводит замеры, ну, так и называются этим благотворительность, и там учитывается много аспектов. Волонтёрство, то есть готовность людей бесплатно что-то сделать. У нас же в советские времён нагоняют, да, субботник всех там, еле как подмели, и так далее, и всё бросили, ура, ура, разбежались. При этом чистота не была задачей. Задачей было вывести коллектив. А как он сделал, не важно. Вот я говорю, у нас благотворительность только тогда, когда государство напрягает. Вот помните, был козлогаш, вот когда вот плотина прорвала целый песок, очень много жертв было. Вот я много с людьми спорил, и потом многие со мной соглашаются. Если бы государство начинали от Назарбаева, не начало бы немножко придушивать бизнес, немножко там призывать, столько денег не собрали бы никогда. Да? Потом эта вот благотворительность, другие, вот по этим показателям мы отстаём от всех стран Центральной Азии, включая Интергизию. Вот у нас наше волонтёрство ограничивается максимум, но опять же через пинок, это вот эти флешмобы студентов, да, которых там 500 человек на улицу выгнали, давайте каражергу потанцуем. Но ребята, надо же другое делать, надо, чтобы с одним студентом вызревали люди, пять человек, но которые занимаются каражергой, но которые настолько будут лидерами, да, о чём мы говорили, которые зарядят всех так, что, наверное, все без каражергии жить не у нас не могут. Другой, наверное, пусть на деревья, да, на экологию, на ещё что-то. Но у нас считается, как, любая вот такая молодёжная инициатива, которая не спущена сверху, она чревата, она опасна. Помните, был вот этот фильм, Никулин где играл, «Бриллиант в руках». Да. А может быть это, говорит, нет, не стоит, а может хотя бы это, нет, не стоит, а может это, ну вот это попробуйте. Потранируйтесь на кошечках. Вот у нас, к сожалению, вот такое. И для того, чтобы у нас развивалась и благотворительность, и лидерство, и другое, нужно, да, нужно, чтобы общество раскрепощалось до какого-то уровня, да, чтобы они могли сами за свои... У нас же самое главное, нет ответственности, ни за что, никто ничего не отвечает. Когда вот, ну а что такое независимость, что такое, это прежде всего ответственность же. А если ты хочешь куда-то всё время прислониться, там спрятаться под зонтик, ну какая ответственность? Ну и такие вопросы миллион в нашем обществе. Ну, никто не говорил, что всё просто. Нет, конечно. Так вопрос не стоит. Так не бывает. Давайте я, вот хорошо, вы очевидно, я думаю, это и зрителям. Понятно, что вы очень много размышляли, причём на таком серьёзном уровне, касательно очень много таких жизнесоставляющих вещей, да, ну вот той самой молодёжи. Я очень часто от людей думающих, да, таких уже, как бы, которые и в обществе уже как-то адаптировались, там свой путь нашли, да, то есть интересно всегда послушать, как бы, методологию. Вот вы говорите, хорошо, институты не очень, да, хорошо, думают они сейчас там, хотят все там, не знаю, в Акимат попасть, да, то есть, ну, а как правильно, то есть, вот давайте, вот от вас, вот лично, да, какие-то вот ваши 18 лет парни, там, девушки, что делать? Ну, надо полагать, родители всё равно отправят его в институт, который вам не нравится. И, наверное, я согласен, что у нас не очень много вузов, которые дают, ну... Нет, ну вот смотрите, вот я всегда говорю, да, важно, вот именно правильное целеполагание. Вот когда нету правильного целеполагания... Да кто по сценарию цель-то должен вам рассказать? Нет, человек, во-первых, сам должен быть заряжён. Вот извините, мне когда 14-15 лет был, я примерно знал, что я буду делать и куда я пойду. Нет, ну, на самом деле, вот тут я с вами поспорю, у 80%, понимаете, это же есть вот этот штаб, да? Нет, вот смотри, чем велика, допустим, китайская культура или китайская цивилизация? Я, кстати, в большинстве людей... Я три раза был в жизни в Китае и достаточно много почитал. Не скажу, что очень много, но достаточно много почитал. Что касается менталитета, истории, культуры, мне что понравилось? Вот там могли меняться правители. Они могли быть очень злыми, менее злыми, более слабыми, более сильными. Но общество жило своей жизнью, своей этикой и своей культурой. Которой, вот что примечательно, в китайской культуре каждый человек, который какую-то нишу идёт, он знает, что есть исторические примеры и то, что мой друг Береков де Голливуд называет героями. То есть я хочу стать парикмахером. Я выбираю какого-то там Винжунхе, условно говоря, который стрит императоров и настолько стал великим и так далее. То есть у него есть жизненные модели. Вот Голливуд, вообще американская культура, цивилизация, это достаточно молодое явление. Но если там 200-300 лет, это не так уж и много. И получается то, что делает Голливуд последние 50 лет, китайская культура изначально со своих основ это делала. Хочешь стать великим писателем? Подражай этому. Хочешь стать великим парикмахером? Подражай этому. Хочешь стать великим, я не знаю, воином? Читай трактацию Цзи, да, и так далее, о войне. Да. И вот даже это сильно избавляет общество от излишней опеки, от излишнего кивания на власть и так далее. Есть мощная культура и есть история, которая мощно подпитывает. Ну, в Америке, наверное, тоже есть. Хочешь стать баскетболистом? Прыгай, как Джордан. Ну, да. Хочешь стать гольфистом? Играй, как Тайгер Вудс. Да. И про всех сняты фильмы. И вот мне в Американском Голливуде, ну, я люблю даже, знаете, люблю даже не столько вот какие-то блокбастеры, да, вроде Аватара, хотя там есть некая философия и так далее. Вот мне потрясающее качество Американского Голливуда нравится в чем? Они берут маленькую жизненную историю и делают из нее конфетку. История маленького тренера, маленького там одноглазого мальчика, который там стал кем-то, чем-то и так далее. И вот такие жизнеутверждающие, жизненные модели, которые каждый человек, где что-то свое может найти, схожесть, подражая ему стать кем-то. Мы же общество не с устоявшимися, не устаканенными ценностями. Отсутствуют фактически модели. Но когда, извините, нам говорят, у нас было только 20 лет истории, и до нас ничего не было. Это большая, и не только политическая, но прежде всего морально-культурная ошибка. Надо искать, находить. Если нет, придумывать, как пошел Голливуд. Но прежде всего нужны общество ценностей, нужны вот эти модели поведения. Герои, на которые можно подражая стать тем-то. Хочешь стать батыром, будь как Аблай. Хочешь стать ханом, ну, президентом, будь как Аблай-хан. Хочешь стать летчиком, стань, как Талгат Бегельдинош. Хочешь стать певцом, стань, как Роза Рымбаева или Макпал Женусова. Вот на уровне живых этих людей, которые, нет, согласитесь, и Роза Рымбаева, и Макпал Женусов, это девочки, которые выросли в селе, которые, сильно толкаясь ручками, ножками, вывели себя в обиду. Они вообще всесоюзное признание? Да-да-да, они же нет. По советскому времени это было вообще... Я, допустим, могу по-разному относиться к их творчеству, но их жизненный успех я признаю же. Это не просто было в те времена. То есть человек шел отчасти и на какие-то, ну, малоприятные, наверное, вещи, чтобы вырваться туда, где-то толкнуть кого-то, где-то там... Нет, это очень сложно было. Нет, это не просто было. Ну, согласитесь. Нет, ну аудитория 200 миллионов человек, когда ты начинаешь петь или там что-то писать... Естественно. Так просто не бывает. То есть такая аудитория, она просто не дает... Нет, нету таких, исключительно таких, знаете, ровных путей. Не бывает. Были падения, были как будто такие сложные жизненные моменты. Но, тем не менее, человек был настолько заряжен тем, кем они стали, что это вызывает восхищение, безусловно, и уважение. Я вот заканчиваю вопрос. Мне кажется, сегодня наш Казахстей, наш, скажем так, большой или хороший, или госаппарат идеологический, должен работать не на культ одного человека, а на культ многих успешных, интересных людей. Чтобы в глазах вот этих молодых ребят, скажем, человек, который достиг успеха, и реально вот для этого сам вот это все прошел, был гораздо более привлекательный, нежели сосед с трехметровым забором. Вот когда мы вот это пройдем, наверное, кто-то должен нажраться, да, просто элементарно нажраться. Ну, в саванных карманов не пришьешь, да, как Бронский говорил. Если мы вот это хорошо пройдем, и начнем правильную работу, и правильно... Мне обвиняют, что я там оппозиционер, там еще что-то. Я какие-то вещи признаю. Я, допустим, рад за то, что началась пропаганда некой трудовой этики. Хотя делается это через одно место. Да? Трудовая этика нужна. Безусловно, нужна. И она должна быть своей некоторой. Вот есть такое априорное мнение, которое мне не нравится, что казахи ленивы. Извините, пасти скот – это работа, которая сложнее, чем сеять зерно. Потому что нет ни выходных, ни зимы, ни лета. Если ты как бы сеешь зерно, то понятно, весной хорошо надо попахать. Мне кажется, в сельском хозяйстве там вообще ленивые не выживут. Они просто убьют скот. По-моему, и зерно там, в смысле, и со скотом. Нет, раз это, да, то есть это некий уровень тоже, да. То есть ты утром должен в 5 утра встать, вместо скотом пойти, потом его прийти, подоить, покосить. Нет, конечно, еще болей, страшнейшки там, что там. Да, и охранять это все. Откуда воинство? Это же с утра до ночи на лошадях сидишь. Поэтому какие-то вещи надо просто переламывать. Покажите жизнь человека, который с утра до вечера пашен. Никто после этого не скажет, что казах ленивый в своей природе. Честно сказать, действительно, фильмов, которые показывали бы даже жизнь сегодняшнего нашего. Вот вы вспомните, в советское время, какую роль отводили хлеборобу, да. Человеку труда, то что называлось. Да, сколько было фильмов на тему там рабочий, сколько было фильмов. Причем там же нет, такая простая нойки была. Человеку нужна простая, понятная, ясная жизнь. И каждая профессия почет. И хлебороб, и дровосед, и кузнец. Даже Москва слезам не верит, вывели вот этот вот образ. Гоги, да. То есть это слесарь 5-го разряда. Но к которому прислушиваются кандидаты на поклон, потому что у него золотые руки. Золотые руки. И это немаловажно. Ну, согласитесь, это правильные ценности. Здесь я согласен абсолютно, потому что... На уровне простого обывателя, на уровне человека это нормальная ценность. Что сложного-то? Нет, если что-то не можешь, тупо копируй. Корейский кинематограф, допустим, который сегодня выходит, выбивается в первые ряды, он начинал с того, что он просто копировал многие вещи. Но когда они наработали индустрию и так далее, они уже начали свой продукт, какой-то более интересный корейский продукт предлагать. Вернемся к пожеланиям, как бы, молодежи. То есть четко нужно, сформулируем это, что нужно выбрать какого-то вот в той стезе, которая тебе нравится, да? То есть нужно выбрать какой-то вот такой, ну, канонический, скажем, образ. Пусть канонический, идеальный, идеалистический. И стараться изучить его путь и стараться... Помню, сколько было. Значит, правильные книжки ты в детстве читал. Вот у нас сегодня, да, не хватает того, что... Давайте про правильные книжки прямо вот я вас сразу ловлю. Вот, давайте их назовем. Потому что я вот иногда тоже выступаю перед... Вот у нас недавно был разговор взрослый парень, 30 лет. Я говорю, а ты... Мы заговорили там с девушкой о ремарке. Я гляжу, у нее глаза не реагируют на название ремарки. Да, то есть я говорю, слушай, дружище, а ты... Ну, причем парень-то не глупый совсем. И вот один из лучших представителей вот сегодняшних 30-летних... Это, я считаю, беда. На мой взгляд. Я говорю, слушай, а как же ты... Ну, я его прям обозвал так непечатно. Я говорю, а что ж ты ремарку не считал? Он говорит, а я сначала учился очень, а потом занимался построением карьеры. Я говорю, так ремарка это вот все туда же. Я не помню кто, да, но кто-то из выдающихся нобелевских лауреатов, то ли по математике, то ли по физике, сказал такую вещь. Я признаюсь, что я человек с неполным образованием и неполной культурой. Почему? Потому что если бы у меня была бы возможность начать жизнь сначала, я бы значительное время посвятил бы живописи, я бы значительное время посвятил бы музыке, я бы значительное время посвятил бы чтению хорошей качественной литературы. Это человек, который добился в своем направлении, ну, почти всего. Если заметили, даже многие сегодня бизнесмены, вот уже вроде бы которые уже наелись, да, почему начинают там изучать живопись или там производить вино? Ну, это как у драйзера, то есть потом на искусство тянет. Да-да-да, это же от дефицита возникает. Ну, почему сегодня? Меня что радует? Все-таки надо говорить какие-то вещи прямо. Надо быть богатыми людьми, чтобы сегодня позволить дать своим детям всевозможное качественное эстетическое образование. Именно хорошее эстетическое образование, прочтение хороших книг в том числе, дает более или менее цельную личность, которая завтра сделает правильный выбор. почему вот те же самые детские сказки, которые мы учили, а их надо читать именно в детском возрасте, почему именно те вещи, скажем, гуманистические общие вещи, экзюперии, я не говорю, может быть, на самом деле, «Кавка» или «Ремарка» это чуть, я скажем, до 17-18 и дальше, да? Ну, абсолютно. Наверное, скорее всего, так. Там уже повзрослели. Да, есть «Ливингстон», есть «Чайка» и так далее. Мне нравится, знаете, какая вещь, на некоторых сайтах, особенно, которые с книгами связаны, они проводят всевозможные опросы и составляют такие рейтинги. 100 книг, которые надо прочесть в детстве, 100 книг, которые каждый порядочный человек должен прочесть, в том числе того же Шекспира, в том числе наших выдающихся поэтов, и Абай, и Пушкин, не важно почему. То есть, если ты этого в детстве ни про чё не набрал, ты себя осиротил, обеднил на очень большой процент. И ты можешь быть потрясающим математиком, да? Но рано или поздно ты придёшь к своему вот этому духовному дефициту, и оно тебе рано или поздно скажется именно в порядке человечности. Вот как мне кажется. Ну, почему нет, я согласен. То есть, то, что ты не добрал. Где-то это даётся религии, да? Где-то даётся другие вещи. Возможно, и религиозное надо образование какое-то другое. Хотя я сторонник того, чтобы человек делал религиозный выбор осознанно, уже будучи, скажем так, взрослым. То есть, мне не нравится, когда четырёх- или пятилетнего малыша заставляют читать намаз или ходить в церковь. У детей должна быть некоторая сабота. Он должен... Просто вот этими вещами можно убить религию в человеке. Вот когда тебя заставляют, когда у тебя ещё мозги не окреплены и так далее. И в итоге получим циника, а не скажем, человек верующий. Ну, я вот недавно у Толстого читал на отдыхе. У него есть произведение такое, «Исповедь» называется. Да, оно подоксающе. То есть, когда он... Это называется, как бы он с детства вот был воцерковлённым. И в определённый момент у него произошёл кризис веры. Это называется с точки зрения религиознатства, да, там, кризис веры. Но у него, кстати, если произведение до конца дочитать, да, то есть, прошёл вот этот... Сомневающийся и так далее. Но он пришёл к своё понимание веры, которое его устраивает. Когда он всё равно приехал в этот тупик, то есть, всё равно он вернулся, собственно, оттуда, откуда избежал, но, как вы говорите, уже осознанно. Ну, вы знаете... Ну, вот давайте закончим всё-таки, да. Мне кажется, сегодня, ну, наряду со многими вещами, которые надо делать, нужна пропаганда хорошей книги. Нужен хороший книжный маркетинг. Абсолютно. Не важно, на каком языке ты это прочитаешь, на казахском, на русском, но некий набор книг, наверное, может быть, это пусть Минобра утверждает. Я не знаю, не важно. Но качественная, хорошая детская литература... Да там тяжело ошибиться в классах, с выбором книг. То есть, это... Ну, как можно ошибиться? Миллионы людей до нас не ошибались. Их, на самом деле, там всего тысяча у нас уже. Ну, во всём, да. Весь компендию мировых знаний. Тихо ты запутаешься. Да. Ну, потом, наверное, соответственно, какие-то стандарты. Да. Мне бы хотелось, чтобы в нашем обществе были такие вещи, да, вот как вы говорили. Ну, какой-то порядочный человек, если ты ремарка не читал? Ну, да, мне вот... Ну, условно, или там КАФКУ не читал, там, в 30-летнем возрасте. Ну, я вот не могу, я его на самом деле не осудил, этого хлопца. Мне каждый раз, когда я сталкиваюсь с этим... Становится грустно? Не то, чтобы грустно, да, но как-то меня это трогает. Это коробит. Я вот тоже... Меня никто не учил читать. Я как-то вот к этому сам прибился, да, вот, и слава Богу, да, то есть... Но я вот считаю, что миссия вот людей думающих, да, не устанно, вот, не останавливаясь. Вот, фиксы, что у нас там завтра будет. Знаете, меня... Что произойдет? Ну, бывает, что так, но... Ну, мы же ходим в гости. Да. Я вот замечаю такую вещь иногда. Книг нету, да? Дома нету книг. Заходишь там, ну, допустим, ну, показывают квартиру, да, вот здесь детская, да? Куча наворотов стоит. Да. Современные, да, все. Полные шкафы этих игрушек. А где, говорю, книжная полка? А зачем он же? Интернет есть, телевизор есть, он с утра до ночи. Николодин или что-то еще смотрит. Я, конечно, вот тогда вот представители Минобра мы заклевались все дружно там, посмеялись. Ну, что ты до Спанчбоба докопалась, да? Ну, тем не менее же она же права. Но, может, она не досказала и не успела сказать свою мысль до конца. Но, мне кажется, вот именно даже сейчас дети, да? Я даже посмотрел... Ну, я посмотрел две серии этого мультфильма, я ничего не говорю. Ну, честно сказать, там маленьких, по-моему, что-нибудь надо, чтобы это было весело. Нет, 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 нет. Самое удивительное, в чем заключается? Эстетика поколения на самом деле меняется. Если мы хотим быть понятными им, мы должны... Ну, я не говорю, чтобы Толстого изложить языком Спанчбоба, да? Но хотя бы в той визуальной... Если поможет, можно и так. Ну, нет, если заинтересовать штуку, да? Ну, вот сегодня вот такая популярная штука есть, и не только во многих странах. Краткое изложение, там, войны и мира, там, на 18 страниц, условно говоря, да? Ну, хотя бы чтоб что-то прочитали. Хотя это как-то не труд. Кстати, интересно как-то это получится. Нет, ну, я говорю, если это, ну, на самом деле, подтолкнет человека на что-то, вот я, говорю, ну, я считаю, что, ну, я хорошо знаю русский язык, я хорошо знаю казахский язык. Сейчас я для себя потихоньку, ну, стараюсь, когда есть время, учить английский. Но я хочу английский говорить и писать так, как я пишу на казахском или на русском. Понятно, что мой уровень английского не устраивает. Я когда всегда устраивает, говорю, my English is very, very bad, да? Ну, извиняюсь за это. И, к сожалению, там, ну, это так. Но, тем не менее, зная даже язык на очень, на хорошем уровне, да? И зная, там, слова и так далее, я когда читаю книгу, передо мной лежит iPad. Я вижу незнакомое слово, я обязательно докопаюсь. Откуда оно произошло, как, кто ее сформулировал, мне это интересно. Гуглить. Гуглить, да, смотреть, кто это первым предложил, откуда этот термин возник, в какой связи. И даже усвоение этого материала, который я читаю, он улучшается. Сейчас феноменальная тоже ситуация, да, вот с точки зрения для желающих обучаться. Видите, знания находятся вот просто... В другой, на уровне одного клика. Да, вот просто ты спроси, я вот дочь свою, я научил ее гуглить. То есть она приходит, говорит, задавай вопрос. Я говорю, вот, набираешь в гугле, я говорю, смотри, вот, смотри, сколько инфы у тебя. То есть, и она, кстати, ну вот уже... Нет, это очень хорошая вещь. То, что книги не читает, я ее мочу за это, да. То есть, причем не как-то тоталитарно, да. Я просто привожу примеры, да, что людям, не читающим книги, борьба за существование не сулит, в общем, ничего хорошего. Помните, был анекдот такой, сын Наса, да, там, в Москве, там, говорит, хочешь иметь это, да, хочешь иметь это, хочешь иметь Ламборджини, да, хочу. Вот для этого надо много читать. Ну, собственно, да. То есть, я, как бы, она, они же сейчас хотят все жить хорошо изначально, да. То есть, я говорю, золотая, ну, там просто так не получится. То есть, будешь пахать, да, то есть, будешь там, учиться, копать будешь там. Ну, как бы было, что в науке нету, да, царских путей и так далее. Все надо? Ну, знаете что, айдос, да, вот незаметно пролетел у нас где-то час, 15 уже. Я... Я так, кстати, признал хорошего разговора. Ну, вот все время все ругают чесноки за то, что они долгие, да. А что вот я могу сделать, вот если было интересно разговаривать, вот там час, там, больше, там часа, какая разница, да. Я хочу вас поблагодарить за то, что пришли на интервью. Почему? Потому что я хочу сам узнавать людей. Я вот вас тоже читаю в Фейсбуке, да, то есть, и, ну, было интересно просто вот встретиться и понять, что это за человек. Потому что вот аватарка волка, да, там, много надписей, да, там, всяких разных, да, там, почитать там ваши многие интервью, да. Ну, и я надеюсь, ну, я так твердо увидел сегодня своего айдоса Сарыма. Надеюсь, что и люди его тоже увидели и сделали какие-то свои выводы, сделают. Вот, поэтому вам спасибо. Вам спасибо. Всего хорошего вам в вашей очень непростой работе и очень непростом пути. До свидания.